Привет всем! Я Умнов Денисов, Алексей Иванович. Сегодня продолжим лекцию по теме Приникание, часть 4-1. Поехали. Итак, Алексей Иванович, Умнов Денисов, Приникание, скобки Велесова книга, лекции номер 4-2. Критская катастрофа. Фестовский диск. Сначала краткая история находки этого самого диска. Итак, вечером 3 июня июля 1908 года при археологических раскопках древнего Минольского дворца, находящегося неподалеку от критского города Фест, итальянский археолог Перньем, рядом с разломанной табличкой линейного письма, обнаружил диск из терракоты диаметром 158-165 мм, толщиной 16-21 мм. Текст был условно датирован 1700 годом до новой эры, эпоху 3-го среднеземноморского периода. К этой эпохе относятся лежащие рядом с диском табличкам. Обе стороны диска покрыты различными изображениями, как потом выяснилось, и иероглифами. Иероглифы были оттискнуты на диске при помощи особых штампелей. Таким образом, диск представляет древнейшую штампованную надпись. Этот уникальный письменный памятник, видимо, изготовлен на крите, но не исключено, что он привезен на крите, извне, например, из Малой Азии. Некоторые ученые считают, что этот сорт глина, которая пошла на изготовление диска, на крите не встречается. Надпись разделена на слова вертикальными стрихами и располагается по спирали. Причем до сих пор нет единого мнения о том, в каком направлении читать надпись. Одни считают, что диск читался от краев к центру, то есть справа налево, другие же, их меньшинство, полагают, что чтение начиналось наоборот, от центра. А вот словарь фестовского диска. Мы его читать не будем, он достаточно понятен, чтобы разобраться о каждом. Так, вот его продолжение. Дальше. Словарь, страна Б. То же самое. Вот тут легко понять. И так далее. Ничего сложного. Так, вот же он же продолжение. Дальше продолжение. Дальше. Так. И, кажется, последнее. Вот. Всего 30 слов. Так, что дальше у нас тут? Вот. Исход. Будем рассказывать об исходе скрита. Перевод. Сторона А. Армуз говорит Эль-Ляту. Армуз людям говорит горе. Возвещаю этими зарубками письмо. С Египтом битву прекратить. Египтяне подтверждают это Эль-Ляту. Египет битву останавливает. Землю, потерявшие, за разрушенные охотничьи угорье, получают вольность. Согнанные морем и землетрясением, кущеном вызванные, водворяются. Рыси, племена, сжатма потери земли, удалятся. Лизной список, слух палапского согласия разбитого, изнурены, хостера, айсары, лесары, слуги изнурены, изнурены, рысь, фамора, изнурены битьем. Кашины вапские были, свевы, правители, бараны, щевги, лещуги, ляхи, неасантинские, савиры, кашубы, досхи, тахары. Тенецкие, тауты, правители, рыщичи. Это была страна БМ. Прокомментируем этот диск. Итак, перед нами двусторонняя надпись на глиняном диске. Страна А передает приказ верховному божеству Армуста Эль-Лятам, то есть обитателям острова Кри, покинуть остров в связи с произошедшей катастрофой, исчезновением под водой части ее суши. Эль-Лят в переводе с булгарского означает «цветущий», а в переводе с латыни нечто иное, как красивое. Это подтверждает исходы булгарских летописей «Эпос Туман Толган», что на рубеже 4-15 тысячелетий до новой эры на территории будущей Украины, Италии, Македонии, Северной Греции, Малой Азии, Египта, острова Крит, Кипра и Китра, Мидии, Сирии и Палестины, процветало Кемерийское царство. Эту иранно-греческую державу и называли Эль-Лятом. А столицей Кемерийской державы был Эль-Лион или по-булгарски Эль-Лят, он же Троя на берегу Игенского моря. Стало быть, глиняный диск не местного происхождения, а был прислан на остров из Эль-Лиона. Это подтверждает и то обстоятельство, что тот сорт глины, которая пошла на изготовление его, на Крите не встречается. Главным виновником катастрофы называется кощун, который вызвал землетрясение. А оно, в свою очередь, гигантским цунами обрушилось на остров. Слово кощун употребляется как и на диске, так и в проникании. Нечто кощунственное захватило нас. Теперь можем снова вернуться к тексту о критской катастрофе из проникания. Нечто кощунственное захватило нас. Таким образом пошли мы к горам Ицким и к фразе из проникания. До зари шлейф за ней тянулся, отсоединялся, как бы мешок, отдельно брошенный. И носился тот, порой и раскалывался на части. При этом изменялись знаки зодиака. Изменялись знаки зодиака. Что-то знакомое в этой фразе, нерасслышанное. Да это же откровение Иоанна Богослова. Из откровения Иоанна Богослова или Апокалипсиса. Глава 6, пункт 14. И небо скрылось, свившись, как свиток. Далее. Сопоставим известия источников прониканий фестовского диста и берестяных грамот. Иоанн, глава 10. Я был в духе и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Грамота 930. Берестяные грамоты. Старинные древние сказания и священного писания Секулов и Саков. Сидели, когда на горах Синайских стало самоутрястись море. И был шум на небе великий и страшный. Опять же, грамота 930. Когда на острове Крыт, в горах Ильских жили, однажды небесный свод пришел в смятение. Иоанн, глава 1. Он держал в леснице своей семь звезд. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Грамота 32. Солярный, солнцеподобный, носился по небу маленький. Грамота 930. А в руке держал оружие пламенное. Принекание. Как бы стела была в статье бегущей, до зари шлейф за ней тянулся, временами отсоединялся, как бы мешок, и носился тот, а порой раскалывался на части. Четыре источника говорят о ярком сиянии небесного явления. Иоанн, глава 5, пункт 2. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть ее книгу и снять печать из нее? Принекание. Достом, глава 6. Иоанн, глава 6. Иоанн, глава 6. От этого удара возмутилось море, уйдя от берегов. Принекание. Милет город сон, сердце наше, в тот день исчез, когда было великое трясение земли и вращение. Принекание. Дальшесть к 2 ВК. Пятая строка. Тот, который идет, надвигая тьму, новую выделил порцию надругательств. Четыре источника свидетельствуют о землетрясении и вызванном цунами. Иоанн, глава 6, 13 пол. И в ущелье гор. Принекание. 2, 6 Г. Стелла стала стать и бегущей, да за ли шлейф тянулся. Так отчего погиб буквально в одночасье Нойской Криты? Землетрясение на Крите в его окрестностях случалось и раньше, и после каждого из них население вновь восстанавливало разрушенные города. А на месте рухнувших дворцов критские правители выстраивали новые, еще более грандиозные. Но эта катастрофа произошла все предыдущие, и критская держава больше не возродилась. Именно на основе этого страшного природного катастрофизма и возник, как считают многие ученые, миф об Атлантиде, таинственном материке, провалившемся в морские глубины. И тут же катаклизм, ответственным за внезапную гибель минойской цивилизации. Вместе с тем о Санторинской катастрофе не упоминается ни в одном из дошедших до наших дней письменных источников древности. Об этом катаклизме стало известно лишь после начатого в конце позапрошлого века геологического изучения острова Терра, нынешний Санторин, а также океанических исследований 1960-х годов. Произведенные раскопки открыли миру древний погребенный город, своего рода Эгейской Помпеи. Здесь было найдено множество засыпанных пеплом домов, целые кварталы. Открытие этого города вызвало необычайный ажиотаж и вместе с тем послужило причиной активного изучения геологической истории острова. По аналогии появилась вулканическая теория гибели острова Крит. Однако эта устойчивая археологическая теория, чрезвычайно удобная и разумительная, объясняющая непостижимые крушения древнейшей цивилизации, природным катаклизмом, сама была уничтожена новыми раскопками на острове Мохос. К северу открыто. В разваленных поселениях позднеминольского периода американский археолог Дрефария Солус обнаружил впервые в истории археологии черную прослойку вулканического пепла, густо покрывающую мостовую II тысячелетия до новой эры, из крупных каменных плит. Так была перечеркнута расхожая теория о внезапной катастрофической гибели минойской цивилизации на острове Крит. Впервые было найдено материальное свидетельство того, что пепел от вулканического извержения на острове Терра все же достиг Крита. Данный раскопок также позволил Солоксу установить с точностью, что вулканический взрыв, расколовший пополам остров Терра, произошел на 150 лет раньше, чем всеми предполагалось, а именно около 1600 года до новой эры. Датировка минойского извержения до сих пор не установлена однозначно. По дендер-хронологическому датированию она произошла в 1628 году до новой эры. Археологические свидетельства, основанные на установленной археологии среднезиноморских культур Бронзового века, датировали это извержение около 1500 года до новой эры. Эти даты, однако, противоречат радиоуглеродному датированию, которое указывает на то, что извержение произошло примерно в 1645-1600 год до новой эры. Хотя на Крит выпал свой пепел толщиной нескольких сантиметров, и волна не стужила часть флота критян, это не могло привести к гибели цивилизации. Но этот пепел от извержения вулкана 1645-1600 год до новой эры, поэтому, что жители Мухлоса, а следовательно, Крита вполне могли восстановить свои жилища сразу после извержения вулкана на острове Эры. Прямо под слоем вулканического пепла был найден заново отстроенный дом в минойского стиле. Это свидетельство того, что жизнь на острове не прекращалась даже после извержения вулкана. Если бы дома были отстроены через десятки лет, то никакого слоя пепла в раскопках не оказалось бы. За эти годы он был бы унесен ветром или рассмыт дождями. Жизнь на древнем Крытии продолжалась без существенных перемен еще целых 150 лет после извержения. Таким образом, стало ясно, что вулкан гибели минойской культуры не причастен. Тогда же что же помолнила Крита? Есть очень любопытные сведения, что в 1450 году до Новой Эры вспыхнувший одновременно пожар на Крытии, разрушив все дворцы. Есть предположение, что на Крытии было совершено какое-то вторжение враждебных пленов. Есть неясные сведения, что поселения Крытии разрушали народы моря. Но вот что говорит эпиграфические тексты? Но вот что говорят эпиграфические тексты? Летающий пал корабль, затмив яркий день, сделав просадку, сожгл жупе государство и потопило судно, пашню, жито, хмель. Было выпадение огненное, и от него шла дочерность, которая зажигала окрестности. О вулкане Санторини здесь нет речи. Идет описание, очень похоже на явление кометы. Упоминается некая бегущая стела, весьма похожая на ядро кометы. Знаки зодиака со стороны наблюдателя Земли принимают другие очертания. Далее упоминается некая дранила, нестерпимая. Возможно, речь идет об угарном газе, исходящем из выпущенного огненного метеоритного вещества. Это вещество зажигало окрестничество. И еще немаловажно, камни на нас, как ветон дул, и бросание с неба земли было на все реки. Это уже нечто знакомое, нерасслышанное. Да, древнегреческий миф о фаэтоне, о падении клесницы на земле. Там тоже падение было на все реки. Случайность? Продолжим ассоциацию. Вспомним миф о Минотавре, носившемся по острову Крытия и уничтожившем его. Минотавр – это не только быт на острове, но и в небе тоже. Какой-то из семи быков. Один из них сам в Сириус. Один из быков небесных пришел в ярость и напал на землю. Так вот, какой бык носился по острову. Мифо-творцы под быком подразумевали космическое явление. Тогда становится ясным и культ его накрытия, как божества. Ему поклонялись, приносили жертвы, даже человеческие. Значит, не раз приходила на землю беда оттуда. Волна будет высокая, весь подали знающие, читая в Проникновении. Это говорит о том, что нечто подобное уже свершалось на памяти человечества. Вот так дополнили друг друга мифы и эпиграфического материала. Но продолжим. Золотая пластинка номер H204. Транслитенция нам не нужна. Каждый, кто желает, может с ней сам разобраться. Попробовать понять. Она же самая. Словарь мы тоже пропускаем. Он, конечно, интересный. Но его лучше понимать, чем читать. Так, четыре слова, пятый словарь, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Перевод. Рассказ о розах, о росах, времен Птахара, о Манхетепе. На Ливии идущих, отлавливать взявшихся, воевать, опаленных космической катастрофой зимы, меманхленом, в Ливию страну. За разрешение мое берите на себя обязанность разгонять грабителей, единство шайки, пришедших просить проживания воли Армунстара, новому введанию общества Армунстовых Волков, Воловиковщих, Таров племен. Зову к Енецким племенам на Понизовье, там, где Удины племена. Позванных велю устраивать на строительство велетов племен, защитниками нового. Мучениями преследования закованным даю истуканарианты. Воловикам, верящих в Вола, говорю, этим драчливам дать защиту новую. Повелеваю, когда будете устраивать поход в места их проживания, кораблей по три давать в сопровождении. Песчанина Урикова, ах, шаха лета, выбиты это во время правления Михаила Пьяницы. Не совсем понятно, текст очень сложный, поэтому нам нужен комментарий. Сейчас мы с ним разберемся. Итак, табличка составлена во времена правления византийского императора Михаила Третьего. Повествование идет о судьбе хорийских племен, ушедших с острова Крит после космической катастрофы во времена правления египетского фараона Анархотепа Первого. Фараон издает указ, удовлетворяя просьбы бога Армезда, о распределении беженцев, кого встанут Ливию, в частности Диаспу, племен Зигов и Миланхленом. За предоставление поселения этим племенам они обязуются нести военные службы на границах Ливии. Из таблички становится ясно, что во времена правления фараона Анархотепа Первого в египетском обществе происходят процессы его разложения. Пользуясь вновь обретенным людским ресурсом, Анархотеп решает укрепить военные силы за счет новообретенного. Укрепление военных сил государству коснуется не только внутренних войск страны, но и зарубежных. Так, значительная часть выходцев скрита отправляет укреплять армию фараон к венецким племенам, там, где племена Удина, то есть в Закавказье. Здесь следует отметить особо наименование плементару, что равнозначно по звучанию Туры Турша, то есть и Туршки. Для людей, перенесших психологический срыв во время космических тостов и не смогших из него выйти, предписывается фараонам извоять скульптуру Ариадны для мольбы о помощи. Вот справочный материал, кто не знает, что такое Ариадна, в древнегреческой мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифии, упомянута уже в Леаде. Ее историю рассказал Нестор в Киприях, когда Тесей решился убить Минотавра, которому афиняне по требованию отца Ариадны посылали ежегодно позорных дань из семьи юношей и семи девушек. Таким образом избавляли отечество от чудовища. Он получил от любящего его Ариадны колбок ниток, выведший его из лабиринта, где обитал Минотавр. Применять нить научил его деда. Фреска Себастьяна Рича, вот это вот. Дионис находит Ариадну. Теперь становится понятно гибель минойской культуры. Это была космическая катастрофа. С большой долей вероятности можно утверждать, что Крит погубила комета или метеорит. Его столкновение с земной вызвало катастрофу. Это и кипящая вода, бросившаяся на город Мелетри, уничтожившая его. Это не что иное, как мгновенное повышение температуры воды, произошедшее в результате нагрева космического тела, врезавшегося в землю. От него произошло и море трясение, что вызвало цунами. Это так. Но есть нестыковки. Это проявление распада комет в виде падающих камней и космической корабли. Что это? Золотая пластинка 35.1 Все мы им покажем, дадим фрагмент. Транслитенция нам пропускаем. Делаем перевод. Вырезанные земли, являющиеся ярилинами, земля армозда и идов держала. Чужое летало резво, сильно варом метал траву. Явился потом в дыме едущий. Валами ворочал. На лодку промылочную так похожа. Получается, что Чужой, космический аппарат, имел гусеницы, что похожи на валы-носители, насыпи. Здесь две ипостаси, получается. Одно космическое тело, комета или астероид. Второй. Это небесный корабль, который пытался предотвратить падение метеорита на Землю, но не смог этого сделать и разбился. Об этом говорит золотая пластинка R202. Золотая пластинка R202. Транслитенция нам не нужна. Мы ее пропускаем. Она же сам ее пропускаем. Так, словарь мы тоже оставляем для любителей сравнивать. Так, словарь достаточно большое, но мы его пропускаем. Конечно, здесь он очень интересный. Но пока не наша тема. Так. Вот мова, речь, язык. Я думаю, каждый узнает и так далее. Перевод. Нищих можете использовать на отменных пахарах. Разрешаем, если позовут хамиты потрудиться на них сторожами. А больных, куда неких аповцев, иметь милость к имеющим этот нитник свиток. Огнем опаленных заманивать в имени Митры. Пусть говорят мнительным предсказанием. Таром, в Семяльском, хамитском, вязь письмо о защите пловенства вруна Фетского, что на красивом острове прийти. Бых пьяный от нем. Мидию дают пострадавшим родам. Третье. Капище возымело тревогу и дает указ. Ранение гиены огненной остерегаться. Пловцы объявились от еноха, помазанных в таинство азиатское. Хамитское затея или колдовство. На оружии большую вместимость они делают по убийству народов. Колдовством изготовляют зерно из упавшего молозила. Очень интересно. Так, прокомментируем. Табличка является, видимо, копией стаковой, даваемой населению острова Крит, уходящему в поиск. Но Капище возымев тревогу о происходящем, издает указ о том, что гиены, продукты распада теснического тела, начали свое смертоносное воздействие с помощью людей. Чародеи используют его как оружие. В частности, используют нечто, упавшее с неба. Что они называют молозилом? Первое молоко матери после родов. Возможно, что после катастрофы вылилось на землю какое-то количество вещества, похожего на молоко. Оно имело некий вредоносный фактор. Радиотки уместные. Чем мы воспользуемся адепты Веры Еноха? Они используют это молозило, изготовляя обычное оружие, увеличивая его поражающее действие. Справка. Таким образом связан с зороастризмом. Вначале приезженцам метризма были представители арийских народов. А затем это ущелье проникло в Европу. Фест, любопытная картинка, расположен на северном поближее острова Крита. Город продолжал существовать, хотя и утратил значение вплоть до византийской эпохи. Фест, древний город на острове Крит, один из центров минойской цивилизации. Расположен у южного побережья и центральной части острова, на плато Мессара, профиктура Ираклион. Древнейшие поселения относятся к четвертому тысячелетию до новой эры. С начала второго тысячелетия до новой эры Фест становится одним из крупнейших центров минойской цивилизации. Творец Феста, второй повечернее после Кностского, разрушен в пятнадцатом веке до новой эры. По одному измерению в результате сильнейших замокресений. Однако город продолжал существовать, хотя и утратил значение вплоть до византийской эпохи. Енах. Кто ж такой Енах, о котором мы говорили? Енах, Энах посвящен имя двух лиц. Из бытия старшей сын Каина, построивший город, названный по его имени, теперь невозможно определить находится в означенных городах, хотя и считает некоторые несколько мест творчественных снов. Второй. Бытие Апиатери, сын Иореда и отец Мафусава, один из благочестивых патриархов для потокного мира, сигной по Адаму. Енах странным образом выпал из Ветхого Завета, хотя он от рождения был наделен уникальными способностями. Ему вслед за Адамом предстояло совершить путешествие на небеса и получить власть не только над людьми, но и над исполинами, которые жили в те времена на земле. Еще одно свидетельство о поле контактов древности. Золотая пластинка R001. Вот она. Так. Транслитенция, конечно, мы ее пропускаем. Пропускаем словарь. Опять словарь. Словарь. Ну, без них тоже нельзя. Так. Словарь. Еще словарь. Опять словарь. Словарь. Их комментарий. Таблица изготовлена велением хуританского князя Воймира, который известен тем, что принял христианство по западному образцу 800-го до 2800-го, наверное. Повествование идет о том, что во времена Бога рано, а вернее, он еще не был на это время Богом, на землю из космоса пришли ауры, который покровительствует племенам Арии. Спустившись на неком аппарате, который, табличка имена ОВК Рапата, перевести это можно как иноверческий храм, стало быть спустившийся аппарат, напоминав по своему строению храма. Отмечается, что двигала его сила, основанная на жидкости, издающая запах. Представители племен Ариев были приглушены, как отмечается в тексте в башне. Там они увидели, что нечто очень быстро набивало на шерстяной ткани рома. Письмо, составленное для Ариев, содержало большое знание по космической связи с аурами, сведения медицинского характера, агрономического, геологического, военного. Величина свитка была большая, объем вуза. Письмена были вручены раме, которая обитала еще в стране Тимити, то есть на северо-востоке Европы. После этого ауры покинули землю, их летательная пора был виден только мгновением над полем. Во прошедшем длительном времени, при строительстве самой большой египетской пирамиды, фараон Хеопс в тексте Теом у Деодора Хембес, который царствовал между 2551-2528 годами до Новой Иеры, требовал у Ариев письмена аура. Говорится, что большая гора пирамиды строилась для великого созвучия, то есть для гармоничного существования с космосом. Есть еще эпидемиологические материалы, поля контакта древних, но я их не дам. Выводы. Некая параллельная высокоразвитая цивилизация пытается спасти Землю от астероидов, не справляется и теряет космический корабль. Еще раз повторим. Летающий пал корабль, затмив яркий день, сделав просадку, сожгло зубы, жутые государства и потопило судно, пашню, житых мель. Было бы падение огненной, и от него шла дочерность, которая зажигала окрестности. А в вулкане Санторина здесь нет речи. Идет описание очень... Так, от него шла дочерность, которая зажигала окрестность. А в вулкане Санторина здесь нет речи. Идет описание. Очень похоже на явление комет. Упоминается некая бегущая стрела, весьма похожа на их другом. Знаки Зодиака со странами наблюдателя Земли принимают другое очертание. Далее упоминается некая драньева нестерпимая. Возможно, речь идет в бугварном газе, исходящем из выпушев огненного метеорита вещества. Это вещество зажигало окрестности. Еще немало, немаловажных камней на нас, как ветром дуло, и бросание с неба было на все реки. Это уже нечто знакомое, нерасслышанное. Да, древнегреческая миссия фаиатология, падение колесниц на землю. Есть у меня эпидемиографическая метеорита, которая утверждает, что это катастрофическая гибель понятов и нет. Но я этот материал не включил в наши исследования. Так тоже падение было на все реки. Случайность? Продолжим. Так. Продолжим ассоциации. Ну, это у нас все-таки повторы пошли. Так, ладно. Докончим их. Вспомним миф о Минотавре, носившемся по острову крик и уничтожившем его. Минотавр – это не только бык на острове, но и в небе тоже. Так вот, какой бык носился по острову? Миф о творчестве под быком подразумевали космическое явление. Тогда становится ясно мы культим накрытия, как божество. Ему поклонялись, приносили жертву, даже человеческую. Значит, не раз приходила на землю беда, оттуда волна будет высокая. Весь подали знающим, читаем Проникание. Это говорит о том, что нечто подобное свершалось на памяти человечества. Вот так дополнил друг друга мифы древней эпидографической Мори-Кирикавы. Следующая лекция Прониканий «Пять народа в море». «Пять народа в море». «Пять народа в море» Херня получилась. «Пять народа в море» Продолжение следует...